Сегодня в Чебоксарх открылся 9-й международный экономический форум. В нем принимают участие более тысячи человек. Это представители федеральных министерств, финансовых и инвестиционных структур. На протяжении двух дней эксперты будут искать пути безболезненного преодоления кризиса и новые источники роста экономики. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Пленарная часть Чебоксарского экономического форума не раз меняла свой формат. В этом году эксперты из разных регионов и стран собрались на деловой завтрак. Тема заседания дали немало пищи для размышлений. Главный вопрос, как найти новые точки роста для подъема экономики регионов. Чтобы достигнуть этой цели, власти субъектов должны решить немало проблемных вопросов, отмечают эксперты. Для нас важно понять, в чем заключаются потребности региона с точки зрения общефедеральной экономической политики. Что в федеральном центре надо менять, что надо менять в общенациональной экономической повестке дня Без взаимодействия регионов ничего не получится. Поэтому проблема заключается в том, чтобы каждому региону обеспечить такие условия развития, чтобы они все вместе работали на подъем российской экономики, российского общества. Оздоровить экономику, отмечают эксперты, помогут инновационные продукты. Но наряду с их внедрением необходимо наращивать производственные мощности и привлекать инвесторов. Республика эти задачи реализует успешно. Только накануне праздников в регионе открыли два новых завода. Все то, что мы планируем, все в реальном секторе экономики у нас претворяется. Нужно заниматься открытием высокотехнологичного производства. Высокотехнологичное производство позволяет увеличить производительность труда, от производительности труда соответствующий уровень вознаграждения или уровень заработной платы. Не зря на Питерском экономическом форуме были озвучены результаты, что по результатам оценки региона Чувашская республика оказалась на шестом месте. Это на самом деле результат огромной работы как правительства республики, так и всего бизнес-сообщества. Очень мне нравится в регионе работать с молодыми предпринимателями. Это вот как бы я вижу такое новое движение. Для инновационных предприятий необходимо растить специалистов высокого класса. Эту проблему регионы решают с помощью специализированных центров. Сейчас создается, ну я говорю как раз и в Шивке, и страна, и республика. Сейчас создается сеть очень таких интересных инжиниринговых центров по стране. Такая поддержка, это в том числе развитие и науки здесь, и закрепление молодых специалистов. И это ориентация на то производство, которое здесь размещено. В частности здесь инжиниринговый центр по направлению сельхозмашиностроения. То есть в частности для нас, как для Чувашской республики, это актуально. Необходимо разрабатывать и новые меры поддержки предпринимателей. Власти бизнес, говорят эксперты, сейчас должны работать сообща. Даже в непростое для экономики время у бизнесменов есть неплохие шансы увеличить в разы экспортные поставки. Предприниматели сейчас ориентируются на азиатские рынки. Русско-азиатский союз промышленных предпринимателей, конечно же, занимает своей ответственностью. Самое основное это азиатское направление, это Китай, Вьетнам, Индия, Южная Корея. И в этих странах на сегодняшний день наиболее емкий рынок для российских товаров. С предприятиями республики намерена сотрудничать и объединенная судостроительная корпорация. В рамках форума ее президент и премьер-министр Чуваши подписали соглашение о сотрудничестве. Контракты будут заключены в ближайшее время. Был визит большой делегации, уже непосредственно руководители корпорации посетили наши предприятия, ознакомились с продукцией на месте, были достигнуты договоренности по дальнейшему развитию, ну и как факт подписания данного соглашения. Я надеюсь, что это выльется в многомиллиардные заказы для наших предприятий. Искать пути для подъема экономики эксперты продолжат и завтра. В программе форума десятки семинаров и круглых столов. Дмитрий Ковалев, Игорь Зверев, Андрей Шоков и Андрей Спиридонов. Республика.